Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что же, забираем свою ежедневную награду, Лига Мастеров 1 звезда, но я больше уверен, что меня сейчас сбросили оттуда. Давай-ка посмотрим. Ну естественно, Лига Сюгнов, но правда ранг 10, это говорит о том, что мы с тобой прям буквально сейчас сможем вернуться обратно в Лигу Мастеров. Так, что нам с тобой выбрать и кого? Давай посмотрим по кубкам. Ленард, в принципе, годный чувачок, да? Давай-ка мы, наверное, его возьмем и... Так, у меня всего один откат, погоди-ка. А что у нас по заданиям? Оу, 4, почти 5 часов ребята будут в откате, все. И у нас всего лишь один откатик. Да, далеко мы с тобой не уйдем такими темпами, но попытаемся, попытаемся. По крайней мере, в Лигу Мастеров нам с тобой нужно обязательно вернуться. Так, и я, кстати, хотел что? Армагошу немножко докачать, потому что, ребят, ну валун мы прокачали, да? До 6 ступени и теперь будем прокачивать с тобой большое белое нет. И для этого нам нужно всего лишь найти 9 3D очков. 9. Слушай, а ну сейчас как бы нет смысла, да, тратить, потому что у нас и задания вроде бы как бы недоступны. Ладно, пока перебьемся, пойдем с тобой просто сходим на ареночку и пройдем сегодня испытание. Так, ну что у нас тут все поменялось? Слушай, а если я вот так вот буду делать? Хоп, может быть кто-то будет подать нам... Вот, смотри, видишь? 22 кубка. Ну что же, Леонардо. Хм, ну давай посмотрим, что ты сможешь сделать против нас. И я возьму вот этих вот ребятулик. 60 уровня. Ну, я думаю, что Лео, конечно, тут все порешает. Ага, а может быть даже кто-то еще и выживет. Давай-ка посмотрим, прав я или нет. Так, смотри-ка, смотри-ка, Лео сдает позицию у нас, а. Против 67 уровней как-то не особо хорошо тянет. А ну-ка. Сплинтер красавчик, молодец, все-таки добил Рокстади и мне это нравится. Ну, а мы с тобой должны по-любасику сейчас вернуться в Лигу Мастеров. Абракадабра. Ясен перец, ребят. 94-я позиция. Не обращайте на мой голос, уставший, ребят. Я только с работы пришел. И на коротенький выходной, так сказать. Завтра у нас выходной. После завтра я иду опять на работу. Так что, по идее, надо ложиться в баньке отдыхать, а не дрынькать. Но вы сами пишите, давно нету видосов. Вас, кстати, тоже не понять. Когда я много делаю видосов, вам не нравится. Вы не успеваете посмотреть. Когда я мало делаю, пишите. Рей, ты куда пропал? Как определиться? Поэтому, ребят, я делаю выводы, что делать надо тогда, когда у тебя есть свободное время. Верно? Верно. Как говорится, не в ущерб. Не мне и не вам. Ну что же. Мы здесь победили. И все. Думаю, где-то позиция... Кстати, сегодня днем, я когда играл, да? Я был на 50-й позиции. То есть, мастер 50-й позиции. Его считай за... Сколько? За 8 часов, да? Меня обратно скинули. Слава богу, хоть не так низко. Так, Дон, Дина и Мухаммед. Опять Мухаммед, а? Слушай, а давай попробуем, может быть, нам выпадет кто-нибудь, у кого будет 23 кубка. Прикинь, если такой попадется нам. Это же круто вот так вот делать. Ну-ка давай. Блин, 22 и все. Выше не дают. Смотри, а? Что ж такое-то, а? 22 кубка и все, ребят. Хоть ты тут задрынькайся. Не дают и все. Ладно, фиксим. Давай тогда мы с тобой выберем, наверное, Израэля. Блин, хотел сказать, давай Леонардо возьмем. Леонардо пока отдыхает, ребят. Он уже свое отдрынкал. Нет, ну мы можем с тобой купить 10 телепортов, согласитесь. Ну зачем, если у нас есть Усаги? Справимся в этот раз и без Леонардо. Ну что, Усаги? А, у нас еще и Зэк с бомбочкой. Ну все, ребят, понеслась война по кочкам, да? Сейчас мы их быстренько зашинкуем. Плюс постепеночка, да, повесился на двоих. То есть этот... Давай вот этого, наверное, Ваню с тобой шлепнем. А эти должны, по идее, сами упасть. Или же Змей Камьюн нам поможет. Найс. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше. И у нас, ну, наверное, будет еще один бой максимум. Потому что больше я себе позволить не могу. Не хватит, так сказать, персонажей. 67-я позиция, отлично. Неплохой результат. А здесь мы возьмем с тобой, наверное, Ариану, да? Ну, а почему бы нет? Раз, два, три. Смотри, какая фигня получается. Может быть, нам с тобой лучше вот так. Кстати, я Армагону прокачал до 80 в оруде, если кто не заметил. О, 95 осколков. Слушай-ка. А по-моему, мы сегодня с тобой прапаем кого-то. Так, здесь я возьму... Нет, майки я не хочу брать. Точнее, я хочу, но... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Да? И вот, знаешь, большой риск брать, конечно, вот этих вот... 52-х уровней персонажей. Но даже если Рафаэль возьмет провокацию, тут массовая атака. Ваня массовая атака. Да, не все, кроме Криса Брэдсфорда, имеют массовые атаки. Значит, ребята, действительно у нас с вами получится последний бой. Только без майки, потому что, ну, майки только уклонение может повесить. А эти-то у нас бойцы невидимого фронта. Так что сейчас, смотри, как все пойдет идеальненько. Беру провокацию, сам не знаю, зачем. Можно было, конечно, не шлепнуть. Вот это вот у меня бурщи убивает, да? Зачем Шередер делает это? У них же полностью все хп в основном. Зачем? Зачем он так делает? Чудит, парнишка. Ладно, Крисик, до свидания. Я хотел бы, конечно... Оу, Шередер успел что-то тут замутеть. Ну, конечно же, свой суперудар. Погоди-ка. У них что, инициатива бурщи у меня? Ну-ка, давай-ка, Дони, добей-ка их всех там. Так, Адонателло выжил. Ну что, друзья мои, подбили. Теперь я думаю, что самое время сбегать в магазин и посмотреть, что мы можем с тобой приобрести. По-моему, нам не хватает одного ДНК на какого-то персонажа. По-моему, на черепашку, да? Сейчас я скажу тебе точно. Так, здесь мы с тобой приобрести... А, погоди-ка, у нас еще, по-моему, жетонов. Да, у нас хватает с тобой жетонов еще. Мы будем, наверное, брать все-таки, да? Рафаэля, видение. 610 тратим. Вот таким вот образом. И теперь давай сюда зайдем. Монеты. Ну да, да-да-да, ребята. Вот, вот он. Рафаэль Космос. Слушай, подожди, у нас на Рафаэль, да? Рафаэль, видение. Рафаэль, космос. Все именно на Рафика идет. Ну что ж, друзья мои. Серия, как говорится, пройдена сегодня не зря. Потому что Рафаэль Космос получает четвертую серебряную звезду. И это круто, поверь мне. Вау, у него способность открывается. Это пассивка, да? Через тернии. Раф демонстрирует силу в начале хода. И есть вероятность здесь процентов увеличить силу атаки на 25% в течение двух ходов. Хм. Шанс, конечно, маловат. Но 25% атаки... Ну, силу увеличить. На два хода. Это, я считаю, очень даже неплохо. Ну что же, Рафик, я тебя поздравляю. Ну, а мы с вами отправляемся на испытания. И у нас с вами городская война, тени на солнце, естественно, друзья мои. Ну что же, пойдем потихонечку. Блин, ну что же такое, а? Ё-моё. Там мне не дали нормальных персонажей, чтобы я смог пройти полностью испытания. И здесь тоже самый облом. Ну что, у меня только здесь зэк. Рокзар. И Крис... Баксер Стокман, да? И все. И то, а не 80-го уровня. У нас здесь... Кстати, а какой у нас здесь будет предельный уровень, а? Хм... Я думаю, где-то под 85-й так точно. Хорошо, давай посмотрим, докуда мы доберемся. Но опять же, теперь хочу сказать, что в этой пачке нет хила. В этой пачке нет хила. А без хила мы ничего не сделаем. Мы привыкли просто с тобой уже играть Рафаэлем, да? Точнее, не Рафаэлем, а Микеланджело и Леонардо. Потому что они, мало того, что они бойцы, так они еще и хиллеры. И как бы нет проблем с этим. Вот в этих же отрядах все намного хуже. Да, бойцы они неплохие. Ничего не могу сказать. Но лечения-то нету. Как ни крути, хоть какой враг был бы слабым, он все равно будет потихоньку тебя бомбить. Будут у тебя потихоньку, как говорится, сноситься жизни. И надо их как-то восстанавливать. А кем? Чем? Некем. Вот именно из-за этого мы только и проигрываем. Вот так вот. Поэтому имба-команда, конечно, ребят, пока не переплевывается вообще никем. Я не знаю, даже если бы у меня здесь был бы, предположим, Кирби прокачанный, да, до сотого уровня. И я сомневаюсь, что он бы мне здесь очень круто помогал бы. Понимаешь? Или Кирби, или та же самая Муха Бакстер. Мне кажется, эффекта было бы, ну, очень мало. Да. А кто у нас еще может лечить? Давай-ка подумаем. У нас Лео. Ну, морозильная кошка. Но он больше баффер, согласись. Больше баффер. Эйприл качать. Ну, тоже как-то не вариантик. Она сама по себе слабая. И удары мне у нее, если честно, не нравятся. Провокатор. Провокатор, конечно, это все хорошо. Но на одной провокации ты далеко не уйдешь, понимаешь? Даже насколько бы не был бы крутой у меня Рафаэль. Да? Его все равно пробивают. Со временем. Он теряет очень много здоровья. А бывают еще, тем более, такие персонажи, которые наносят удвоенный урон. То есть, да? Если Рафаэльчик стоит, а против него там, например, антикласс идет. То он получает двойной урон. Да. Как-то вот не получается у нас с вами. Найти, так сказать, золотую середину. Между имбой и средним классом. Потому что не хватает вот именно Медика. Ладно. Друзья мои, время покажет. Может быть, что-нибудь нам подвернется. Е-мое. Может быть, как-то найдем с вами. Может быть, за счет Супер Шреддера у него же есть вот это вот пассивное отхиливание, да? То есть, он как бы делает баф. Но там, опять же, на один раунд. Хотя мы еще не прокачивали ему скиллы. Поэтому утверждать не стоит. Потому что Супер Шреддер, да. Он может вешать пассивку на отхилл, да? И что это? Нет, вру, ребята. У него отхилл это не пассивка. Это у него именно скилл. Но не важно. И при том, при всем, он еще имеет массовые атаки. Что тоже очень хорошо. Слушай, надо будет... Надо будет, наверное, прокачивать Супер Шреддера. Но для того, чтобы его прокачать, нам нужно вначале его перевести, естественно, в плотиновую ранку. А для этого нужно набрать достаточно отличного скобков. А это еще будет не скоро. Поэтому нам придется довольствоваться тем, что у нас с тобой есть в данный момент. А именно с зэком Рокзаром. Кстати, вот провокатор у нас вот из среднего звена тоже только один, да? Это Рокзар. Есть еще, конечно, Тимати. Ну, он 62-го уровня. Его нужно прокачивать. Ну, как минимум до 80-го. И хочу тебе сказать, что он провокатор тоже неплохой. Вместе, вместе, повторю. С Астрозубом. Астрозуб, вот ты не поверишь, он тоже крутой. А вот насчет Крипа я почему-то, ребята, не уверен. Вот как ваше мнение? Кто круче? Астрозуб или Крип? Или Тимати? Вот из трех провокаторов. Я молчу про Донателло, видение, да? Потому что вот тот парень-то, е-мое, фиг его пробьешь. Мы уже это тестили даже на ранних стадиях, когда он еще был вообще без прокачки. Он довольно неплохо держится. А вот насчет Тимати и остальных провокаторов я немножечко почему-то сомневаюсь. Хотя кто-то мне говорил, писал даже в комментариях, что если Тимати прокачать, то он будет очень крут. Очень крут. Прям подчеркнули. Не знаю, не знаем. Надо попробовать. Например, вот мне Хан симпатизирует. Именно вот своими ударами. Слушай-ка, а у нас же Шреддер, друзья мои. Почему я про вот... Я вот про это говорил Шреддера? Про Супер Шреддера, да? А этот-то у нас тоже же имеет хил. Да-да-да-да-да. Кстати, ну... Сейчас вспомнил, у него... Хотя, подожди, у него есть массовая атака. Слушай-ка, а надо будет это взять на вооружение. Нет, ты смотри, он же у нас прокачан полностью. Хм... А не пора ли нам с тобой брать Шреддера в среднее звено? Ребят, напишите-ка мне в комментариях, что вы думаете по поводу Шреддера. Как он вам? Наверняка из вас кто-нибудь имеет прокачанный аккаунт и может мне что-нибудь так подсказать. Так, ну а мы с вами пока двигаемся дальше. У нас... Алапекс. Ой, ну да, Алапекс, правильно. Что-то я думал, перепутал. Как говорится, уставший с работы. Еле-еле соображаю. Честно говоря, ребят, 12 часов отпахать. Причем такая жара. На улице пылище. Ну, не на улице, я имею в виду, в карьере пылище. Там жесть. Ай, да. Ну, ладно. Не будем отчаиваться. Будем бомбить с вами этих вражин всех. Духота. Я сейчас сижу в квартире, как в парилке. Ребята, так все пропеклось, прогрелось. У нас тоже фиг поймешь. Когда нам холодно, плохо. Когда нам жарко, нам плохо. Не найдешь золотую середину. Причем, ребят, скажу вам, на юге, когда я отдыхаю, да? Вот на юге мне жара нравится. У нас, понимаешь, повышенная влажность. Поэтому ты больше не то, что как бы жаришься, а потеешь. Вот именно, знаешь, когда вот идешь, жарит солнце, а ты просто весь в поту. Потому что влажность повышенная. На юге, когда жарево такое же идет, у меня просто нагревается кожа, ем-еем. Я просто загораю. Понимаешь? Если я приезжаю на юг, я за день, за день сгораю. Ты представляешь? За день я сгораю. За три дня я уже получаю загар. Вот такие вот мы северные люди. Ну что, друзья мои. Последняя командочка у нас. Я думаю, что мы здесь выдержим. Я не хочу просто потерять шархана нашего. Вот этого тигра. Тигриный коготь. Как многие меня поправляют. Как будто я не знаю, что его звать. Тигриный коготь. Просто мне, как я вам раньше говорил, шархан... Ну, как-то сподручней, что ли, да, его называть. Давай валим этого Рафаэля. Все. Слушай, друзья, мы, по-моему, с вами идем на фулл прохождение. Остается у нас кто? Шинигами. И это, по-моему, последний, да? Бой. Так, лисичку мы с тобой заработали. Ага. Вру. Вру, друзья мои. У нас последний будет сплинтер. Хм. Слушай, а мне сплинтер разве нужен? Он же, по-моему, у меня прокачанный, верно? Да, сплинтер у меня прокачанный. Так что... Отдыхаем. Кстати, ребят, действительно, напишите. Стоит ли нам переводить действительно Шредера в платиновый ранг? Или у нас есть кто-нибудь из кандидатов получше? Мне отлично. Очень интересно знать ваше мнение. Потому что вот... Ну, вот этот ряд. Вот есть только Рафаэля. Но у него еще пока 4 золотых звезды. Монда Гека не хочу. Бакстер Муху не хочу. Джастина тоже не хочу. Кирби Мышь тем более. Вот Микеланджело. Кстати, тоже, тоже. Не забывайте, ребята, у него навыки-то. У него и схил. Доставка пиццы. Но почему-то, блин, у Майки... Что у того, да, который у нас идет? Вот, удар с дымовая бомбочка. Что здесь? Одиночная атака. Массовых атак нету, понимаешь? Нету. Но зато как хил идет. То есть, боец и хиллер. Сразу же. Так, кто еще у нас тут с тобой есть? Замечательный, так сказать, и боец, и хиллер. Слушай, а ведь Рафаэль же у нас тоже, по-моему, лекарь. Я имею в виду, у Рафаэля именно классика. Вот этот вот. Он же у нас тоже лекарь, да? Угу. Так, а это у него массовая атака? Меньше всего, так... Направляет во врагов поток воды. Да, это массовая атака. Но, опять же, его нужно прокачать вначале до пяти золотых звезд. Потом уже думать, стоит ли его брать в команду или нет. То есть, веселухи-то тут еще много, по большому счету, да? Можно что-то подумать, какие-то комбинации сделать. Вот, например, Пик почему-то мне нравится, ребята. Хоть он и хил, но... Судя по тому, как он бомбит, как он дерется, он, наверное, не простачок. Далеко не простачок. Кстати, Бибоб, кролик, тоже у нас хиллер. И у него... Ну, у него, конечно, нет массовых атак, но, тем не менее, он хиллер. Но, опять же, опять же, их нужно всех прокачивать. Ладно, друзья, мы что-то отвлеклись с вами. У нас испытания. И на этот раз мы с тобой уберем из нашей команды Шархана. Придется, потому что Крис Брэдфорд и так уже под ударом получается. А вот последнюю волну, скорее всего, мы с тобой не пройдем. Нам придется брать с тобой три персонажа. Три. Без хила. Ну, как бы, сам понимаешь, да? Шансов маловато, чтобы выжить. Крис здесь чем хорош, ребят? Ну, во-первых, он бафер. Он бафит. Во-вторых, он может поставить доп-защиту. А доп-защита, соответственно, дает нам... Хоть какую-то выживаемость, да? Против вот таких вот чудиков. И контратаку, конечно, Крис может повесить. Я вот, кстати, не помню. У нас прокачка его скиллов фуловая. Ну, я имею в виду до шестой ступени. Или же нет? Слушай-ка, а может быть даже и нет, друзья мои. Надо глянуть. Потому что, сам понимаешь, да? Чем прокачаннее скилл, тем больше вероятность срабатывания. Там же идет процентовка. Надо будет заглянуть как-нибудь. Потому что Криса у Брэдфорда, хоть у него и нет массовых атак, все равно я его беру в команды. Он меня очень-очень часто вручает. Так, ну что? Зачем я так сделал? Вот зачем я так сделал? Вот надо кем добивать. Киатич! Вырубили. Так, а это у нас только третья волна. Я тут что-то уже начинаю суперудара трать. Что-то там делать, что ли? Вот видишь, что он делает, ребята? Сейчас каждый вот так вот бомбанет. И вот здоровьица-то у нас уже практически, ну как сказать, нету. Здоровья есть, но... Мало, мало. Понемножку отнимают. И это только в третий бой. А там еще дальше будут бои. Вот так вот если с ними тютюкаться, естественно, они оставят тебя вообще с носом. Ты придешь на последний бой, как говорится, без порток. В одной лишь шляпе. Так, ну что, здесь я, ребята, не буду опять же применять никаких суперударов. Будем... Не буду, говорю, применять суперударов. И тут же применяю. О, видишь? Видишь, что делает Майки? В принципе, это на его совести, ребята. И вот морозильная кошка. Морозильная кошка. О! Ну вот, ну вот как вот тут быть, а? Ты видишь? Они начинают напад... Да, отвали ты! Они начинают нападать, да? На Рокзара. Они так и будут, друзья мои, его бомбить. Почему? Потому что у него мало ХП. Потому что они знают прекрасно, что если они его добьют, то Рэджик получит... Не получит три звезды, соответственно, фармить этот уровень. Не сможет. Как бы вот такое запрограммирование здесь идет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И сейчас, сейчас начнется, да? Конечно же, Кунаи. Сейчас. Так, подожди, дай-ка я попробую ее добить. Фигушки там. Блин, провокацию брать, это... Ребят, это бесполезно. Блин, да почему на них уклонение висит, а? Давай, может быть, тогда хотя бы Кунаичи. Да. О-о-о-о-о, Зэка не трогайте. Так. Ага, она хиляется. Ну-ка. Воу. Ты видал? Ты видел, что Бакстер Стопман? Да отвали ты, карайка. Хорошо постепенку не повесило, да? Блин, как по ним тяжело попадать. Ну, ты посмотри, а. Я боюсь, что... О. Е-е-е. Постепенный урон ее убил. У-у-у, друзья мои. А я поздравляю вас. Мы прошли это испытание с вами. Нет, что я поздравляю? Что я вперед, батьки, в пекло все время бегу, а? Вот объясни мне. Совсем голова у Рэя не варит. Ребят, конечно же, у нас еще один бой, но этот бой, ну так... Ну, даже по закону. По закону Рэя. Ну, ребят, я шучу уже, прикалываюсь уже. Если логически даже посмотреть, ну, никак нам не пройти, потому что здесь 85 уровень, а у нас 80. Они в любом случае нас раздавят. В порошок сметут, понимаешь? На первой волне я просто сдуюсь. Жалко, жалко. Ну, все равно, ребята, я вас поздравляю, потому что мы хотя бы с вами дошли до Шенигами и можем, в принципе, ее фармить. Не только ее. Тут еще и Алапекс у нас выходит, да? И еще и Кунаичи. Ну, фарм фармом, ребята. А у нас с тобой всего лишь 11 телепортов. И, как говорится, не разгуляться нам, короче. Ну, что, наверное, будем пока на сегодня закругляться. Завтра будет день, завтра будет пища. Я не знаю, может быть... Может быть, нам сходить потом на приключения. Я имею в виду смятение пройти, да? Ну, там будет видно, там будет видно. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok